Информационная служба МИР24 продолжает свою работу. В студии Алексей Мельников. Здравствуйте. Туристический рынок России уходит в минус. Продажи путевок сократились на 30-40%. И, по прогнозам экспертов, через полгода каждый третий туроператор приостановит свою работу. Это в фокусе. Итак, туристический рынок России к марту будущего года уменьшится в размерах. Количество компаний сократится минимум на треть. Такой прогноз дает Ассоциация туроператоров России. Турпоток практически по всем направлениям уже снизился на треть. Упали продажи на традиционно прибыльные новогодние туры. Кризис в этой области спровоцировал падение курса рубля, который вынуждает россиян экономить на путешествиях. Кроме того, операторам пока не удалось восстановить доверие покупателей после массового летнего банкротства турфирм. Подробнее эту тему мы обсудим с проректором по научной работе Московского государственного института индустрии и туризма имени Сенкевича Александром Бондурином. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала, в зимний период у российских туристов какие направления пользуются наибольшей популярностью? Традиционно два направления. Это Европа и страны, где можно отдохнуть на пляже. То есть это Таиланд, Египет, Арабские Эмираты, где, в принципе, можно отвлечься от зимы. С другой стороны, и на север тоже многие едут, где можно покататься на лыжах, горнолыжные, естественно. Куда больше, на север или на юг? На мой взгляд, на юг больше, потому что туда визы не нужны. Северные страны как-то помягче. Там визы, да. Шенген ведь, поэтому не у всех есть шенген, не все могут его получить, поэтому север все-таки у нас это традиционно такой более дорогой и статусный вид туризма. И простые люди предпочитают ехать на юг в основном. Но вот с вашей точки зрения, вот этот самый прогноз о снижении туристической активности россиян этой зимой, он чем вызван? Причин несколько. Первая причина, как вы совершенно правильно сказали, это то, что изменится курс. И никто сейчас не хочет заранее, в том числе и с той стороны туроператоров, никто сейчас не хочет заранее платить какие-то непонятные деньги в евро или в долларах за путевки, которые потом могут быть не выкуплены. Потому что традиционно, если мы говорим о деятельности туроператоров, их преимущество было в чем? За счет того, что они покупали блоки мест, они могли делать скидку, они получали большую скидку от транспортных компаний, от гостиничных компаний. И за счет этого они могли снизить цену относительно индивидуального путешествия. Если вы, например, бронируете гостиницу индивидуально, то у вас цена с улицы, грубо говоря, а когда вы бронируете через туроператор, у вас есть возможность получить небольшую скидку. Сейчас такая возможность у нас, у туроператоров, существенно сократилась, поскольку первое, это естественно сократилось финансовое плечо, то есть они раньше могли кредитоваться и в зарубежных банках, и в наших банках сейчас в связи с сокращением вот этого возможности финансового маневра и бронирования сократились. И если раньше туроператоры могли взять на себя какую-то часть риска, то есть, грубо говоря, направление со стопроцентной уверенностью посещения они брали в полном объеме и могли взять какие-то направления с, например, 50-процентной загрузкой, с надеждой на горящие путевки, всевозможные рекламные. На то, что докупят потом. Да, купят уже вот-вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас таких направлений стало существенно меньше, и такие вот 50-70% направления туроператоры предпочитают вообще не бронировать. И то есть сокращается и само предложение. И естественно, что в связи, опять же, с проблемами валюты, с проблемами, скажем, санкций, парадоксальная ситуация, но ведь существуют формальные и неформальные запреты на выезд чиновников, например, в страны, которые объявили санкции, они тоже составляли определенную достаточно большую долю платежеспособного спроса. И естественно, что сокращение спроса тоже наблюдается. И картина от того, что у нас, получается, рынок схлопывается с обеих сторон. И со стороны предложения, снижения рисков, и со стороны спроса, со счет вот и валютных, всевозможных и санкционных. И того, вот тоже вы совершенно справедливо это в анонсе сказали, что недоверие к туроператорам сейчас оно возросло. Хотя, по новым нормативным документам, которые были недавно приняты сейчас, перед выездом за рубеж, путешествия, туристу обязаны выдать билет туда и обратно. Вот было такое, да. И ваучер на проживание, ваучер на питание. То есть он должен перед выездом... Чтобы он меньше зависел от каких-то вот нефорсажерных обстоятельств. Но вот вы упомянули, что гласные и негласные запреты, а что-то об этом известно на поездки? Ну, вы знаете, по разным оценкам, вот мы же сталкиваемся и работаем, взаимодействуем с различными туроператорами, туркомпаниями. Многие отмечают, что сократилось количество людей, желающих поехать. Вот именно госпредприятия, чиновники... То есть госпредприятия переходят на внутренний туризм? Они, скорее, у нас же ведь система в стране, надо ее признать, что она в большей степени запретительная. То есть они нас никуда не переходят целенаправленно, они просто запрещают негласно или гласно в явном виде крупной госкомпании, например, те же самые, которые попали под санкции, они рискуют тем, что их сотрудники могут стать заложниками, например. То есть, ну, заложниками не в том смысле, что их какие-то террористы захватят, а заложниками политических игр, или экономических игр именно, вот так это можно назвать. Ну, вот такой негласный запрет. Насколько это сильно сказывается на общем потоке? Ну, вы знаете, если зарплата, например, а, насколько это сильно в процентах сказывается, ну, если у нас, например, общий турпоток годовой, по разным оценкам, где-то 25 миллионов человек, из которых на зиму, ну, допустим, пятая часть, 5 миллионов человек, то миллион, 20-30 процентов, это, наверное, справедливо. Это все очень серьезно. Ну, может быть, не все так печально, и может быть, действительно просто будут переходить с дорогих курортов и туров на более дешевые поездки? Ну, причин, направление, на самом деле, я так вижу, вот я, как представитель индустрии, я вижу несколько. Во-первых, снижение маржи туроператоров, хотя летняя ситуация показала, что маржа и так была минимальная, поскольку даже не хватало денег на то, чтобы текущее обязательство выполнять. Но, тем не менее, и вторая причина, поскольку люди все равно вывозят средства и деньги туда, вместо путешествия, то это изменение ценовой политики принимающих стран. То есть, если они хотят сохранить поток, хотя бы снижение его сделать меньше, то они будут просто-напросто, либо это будет политика государственного субсидирования, либо это будет просто маржа снижаться у самих поставщиков услуг. И тут главное гибкое взаимодействие, чтобы наши туроператоры тоже... Маржа – это разница, но вы понимаете. Да, это вот та... Нет, это известная тема. Но вот при падении спроса на путевки, как вы считаете, от каких направлений, от каких стран, может быть, будут отказываться в первую очередь? Где самые дорогие туры? Я думаю, что будут отказываться от горнолыжного европейского туризма, поскольку там есть ниша, естественно, есть ниша топовая, которая, наверное, останется в том же самом объеме, в котором она и была, потому что она очень незначительная, но средний класс, наверное, в меньшей степени поедет. Вот сейчас мы сегодня только были недавно на выставке в Белоруссии, и там очень большой горнолыжный туризм в Белоруссии, например. Очень сильно все забито именно россиянами, то есть все места инфраструктурные, ну, то есть гостиницы, всевозможные средства размещения. Да, я в свое время был весьма удивлен, узнав, что в Белоруссии есть горнолыжный курорт. Вот. То есть, естественно, что это, прежде всего, Европа, скорее всего, и я думаю, что вот Финляндия в меньшей степени, это в основном Франция, Италия, такие места, которые традиционно... То есть Европа западная и западная? Да, не центральная. То есть, вот, мне кажется, что вот это направление сократится. Сократится, наверное, то направление, где очень большая доля, это перелет, и перелет западными компаниями, ну, не западными, а не отечественными компаниями, где нельзя регулировать цену в рублях. То есть, где цены останутся в долларах, в евро, ну, скажем, в твердых валютах, и где существенно возрастет стоимость, ну, например, если сейчас уже курс у нас возрос на 2%. Ну, понятно, рублевый эквивалент резко прыгнет в ее. Да, то билет будет дороже. Но в связи вот этого всего происходящего, не стоит ли ждать на российском рынке новых крупных вот таких громких банкротств, как лето? Вот знаете, я думаю, что причина, которая была, что много перепродажа, невозможность выполнения обязательств, сейчас этой причины не будет. И вторая причина, которая вот тоже была, так наблюдалась на рынке, это то, что первые компании, естественно, они были, посыпались из-за вот этих вот неправильного финансового менеджмента или, может быть, перепокупки вот этих блоков. А вторая часть компаний была уже под эту дудочку, решили слиться с рынка, чтобы сократить свои издержки. Возможно, и прокуратура им тоже вот этот вот вопрос решала. Сейчас, мне кажется, что, как я уже сказал, наше общение с туристами, с туроператорами показывает, что рискованные все маршруты практически из портфелей туроператоров убраны. То есть работаем только? Это индивидуально, либо стопроцентная предоплата. То есть бронирование авансового бронирования блоков мест сейчас на таких не стопроцентных направлениях, оно существенно сократилось. Ну вот, а если сейчас же складывается такая ситуация, что да, с внешним туризмом у нас проблемы, может быть, внутренние развивать, чтобы по России ездили, будут ли какие-то шаги в этом направлении? Вы знаете, принята программа, но, к сожалению, надо признать, что проблема вот в чем. У нас ведь туристский продукт, если рассматривать его самым простым поверхностным способом, это две компоненты. Первая компонента – это ресурс, то есть ради чего человек едет. Это природа, фестиваль, событие какое-то, либо лечение, либо еще что-то. И второй компонент – это инфраструктура. И если мы, например, возьмем ресурс, то у нас огромные туристские ресурсы с точки зрения экологических туризмов, сельскохозяйственных, аграрных туризмов, та же самая сельскохозяйственная продукты питания. Возьмите все эти непонятные генно-модифицированные, и мы можем предложить огромную сферу производства, это даже вот Урал и так далее, где можно экологический туризм, охотничий туризм, познавательный туризм, Камчатка возьмем, например, там все эти вот вещи, паломнический туризм у нас и «Золотое кольцо», но даже «Золотое кольцо» настолько раскрученный бренд, а инфраструктура отвратительная. Ну и опять же, перемещение, перелеты внутри страны. Сколько стоит билет до Камчатки? Ну до Камчатки, я хочу сказать, что сейчас где-то около 30 тысяч туда-обратно, то есть, наверное, куда-то на юг слетать дороже получается, потому что Камчатка и Дальний Восток, они как-то субсидируются государством, сейчас вот создали бюджетного перевозчика, но на самом деле это, на самом деле, это проблема тарификации внутренней. Ну это понятно. То есть, себестоимость перелета, чем дальше, тем больше самолет, тем меньше себестоимость одного места, грубо говоря. Ну а вот это создание инфраструктуры на внутреннем туризме, оно как-то планируется? Есть какие-то... Есть большая государственная программа, но, как всегда, у нас вопрос правильности контроля и контроля расходования средств. То есть, мало профинансировать, нужно еще посмотреть, куда все это дело пошло. Знаете, что у нас можно профинансировать, выделить деньги, но будет построен прекрасный дом на 15 гостей, но для губернатора. То есть, вместо того, чтобы построить гостиницу, например, на 100 мест. То есть, здесь, к сожалению, вот эта вот проблема в том, что программа принята, но нету целевых показателей, количественных, конкретных вот этих вот. Это большая проблема всегда у нас государственного планирования, что мы очень интересные программы, в них очень интересные идеи заложены, но вот этот механизм контроля, механизм ответственности, механизм количественных, четких показателей, сколько гостиниц, например, сколько ресторанов в каждом конкретном направлении нужно построить, вот эта проблема, она до сих пор остается. А может быть, все-таки дикарент сейчас дешевле и безопаснее? Я хотел об этом сказать, что ведь АТОР, она, ассоциация туроператоров России, она в основном контролирует, мониторит организованный туризм, то есть тот выездной поток, выездной в том числе, который идет через безорганизованных участников рынка, через туроператоров, через туркомпании, но ведь никто не запрещает человеку выбрать тот маршрут, который он может для себя сделать сам. Просто проблема в том, что многие люди, они ленятся, может быть, может быть, ну не везде же есть консульство, например, чтобы получить визу. Для того, чтобы получить визу, это нужно отправить документы, в некоторых странах сдать отпечатки пальцев или пройти собеседование. Это тоже достаточно большая такая проблема, которая решалась туроператорами, и сейчас вот, если люди готовы будут решать сами эту проблему, то эта проблема, в общем-то, не будет ее, она будет отсутствовать. Но если не готовы люди, то тут ведь надо язык, документы, ну то есть вот все это... Понятно, все такие детали, которые нам... Нюансы, да. Спасибо вам большое. Я напомню, у нас в гостях был проректор Московского государственного института индустрии туризма Имени Сенкевича Александра Бандурина. Мы обсуждали кризис на туристическом рынке России. Всем доброго, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!